Продолжение следует... Если мы знаем теорию и мы ее не применяем, то это не то, что хочет Бог. Поэтому, если есть разочарование, просто его игнорировать, это неправильно. Если есть разочарование и просто делать вид, что я буду молчать, я буду уходить от этих сфер, от этих разговоров и как-то время вылечит, не факт. С этим нужно бороться. И если вы боролись, если вы в течение следующей недели могли проверять, а к чему я апатичен? Я имею в виду в плане служения Богу или в плане каких-то важных аспектов жизни. К чему я апатичен? И если вы нашли, я апатичен в молитве. Почему? Потому что я, может быть, разочаровался. Я помолился один раз, я помолился, и я не получил ответ. И я перестал молиться. И вы начали с этим бороться. Вы начали хотя бы чуть-чуть повышать градусы молитвы. Значит, уже проповедь была не случайна. Может быть, вы перестали служить в каком-то служении, потому что те люди, с которыми вы вместе служили, они вас приткнули. И вы разочаровались. И помните, мы говорили о притче о хозяине виноградника, о виноградаре, о менеджере виноградника и о дереве, о смоковнице. Вы помните, мы говорили? И в конце была самая важная мысль, самое важное и правильное истолкование этой притчи. Когда пришел хозяин, владелец виноградника и начал говорить с виноградарем и спросил у него, почему три года эта смоковница не приносит плода? Почему нету смок на смоковнице? Есть только листья. Посмотри на другие деревья. Они рядом растут, они в одном винограднике, но это дерево не приносит плода. Почему так? И виноградаре, он не стал оправдывать эту смоковницу. Он сказал, я ее окопаю. И окопать, это значит направиться к корням, вынять кирпичи, вынять те камни, колючки, кусок арматуры, все что угодно, что может быть. Когда мы на огороде садим деревья и дать возможность в воде дойти к корням, чтобы корни могли напитаться, получить воду, минералы и принести плод. Виноградарь, менеджер, он не стал оправдываться перед хозяином. Он говорит, дай мне еще один год. Да, три года ничего не происходит. Три года в церкви. Три года верующий христианин. Плодов нету. Ни плодов духа, ни плодов дел. Никаких плодов нету. Но я ее окопаю. Я ее окопаю. Я поубираю все лишнее. Я копну, да, это как сердце. Я глубоко в сердце начну работать. Дух Святой начинает работать с нашим сердцем. И достает разочарование, обиду, зависть, эгоизм, злость, гнев. И мы видим, как мы начинаем расцветать. И потом второй момент, что он сделал, этот виноградарь. Он взял навоз, удобрение. И он перегной. И он воспользовался этим, чтобы, может быть, через неприятный запах, да, неприятный запах осуждения. Мы думаем, ой, это проблема. Нет, это пахнет перегной, который поможет тебе. Ой, меня обидели, так мне больно, так воняет. Такой запах, не переживай, это перегной. Бог работает с тобой. Бог работает. И, знаете, мы говорили также о том, что иногда мы ищем проблему на уровне листьев. И мы пытаемся, знаете, как бы замаскировать, замаскировать и на лице натянуть улыбку, что у нас есть плоды, у нас все хорошо. Но нам нужно бороться с корнем. Нам нужно идти глубже и понимать, а что в моей жизни не так? Что мешает воде попасть к моему корню? Какой камень? Какая проблема? Где разочарование? Где апатия? Где я пред... Что мешает этой воде, очень важному элементу, дойти до корня, получить и приносить плод? И интересное толкование этой притчи, что хозяин виноградника, это не Бог-Отец. Хозяин виноградника, это справедливость и закон. Но виноградник, это Иисус. Поэтому по закону мы все с вами были приговорены к тому, чтобы нас срубить. Понимаете? Прообраз хозяина виноградника, это справедливость, это закон. И братья и сестры, мы все с вами должны были быть срубленными. И когда пришел закон, справедливость к виноградарю, к Иисусу, и говорит, послушай, этот верующий, он кается, грешит, грешит и кается. Уже три года он в церкви. Нету плодов, нету мира, нету радости, нету перемен, нету, он не служит, не молится, ничего не делает. Давай его срубим. И вы знаете, что Иисус, прообраз виноградаря, он сказал, хозяин, справедливость, закон, ты прав, сто процентов, три года без плодов. Но я хочу выступить в роли попечителя, в роли того человека, кто еще год поработает с ним в надежде, что он принесет плод. И слава Господу за благодать и за Иисуса. Потому что если бы мы не имели бы такого менеджера, такого ходатая за наши с вами жизни, то по закону, по справедливости, хозяин виноградника мог бы давно нас уже срубить на корню и выбросить, чтобы нас огонь спалил. Но благодаря Иисусу Христу, благодаря виноградарю, мы сегодня живы. И мы сегодня имеем надежду принести плод. И неважно, может быть, сегодня в твоей жизни нету плодов, нету смогов, но в тебе есть семя, в тебе есть потенциал, в тебе есть все то, что необходимо, чтобы принести плод. Поэтому прямо сейчас давайте поблагодарим виноградаря Иисуса Христа, который пришел и который вступил в эту борьбу с хозяином. Он не сказал, да, хозяин, ты хозяин, конечно, это твои смоквы сруби. Нет, он ходатай. Поэтому сегодня Иисус Христос, это апостол Рик учит, он не просто во славе Бога Отца, он является нашим ходатаем. И там, где мы не до конца молимся, там, где мы не бодрствуем, там, где мы не сражаемся, там, где мы промахиваемся, как люди, там, где мы опять где-то выпачкались, знайте, что круглосуточно Иисус Христос, Он наш ходатай. Он работает с нами через свой Дух Святой, Он окапывает наши сердца, Он вытаскивает разочарование, Он вытаскивает обиду, Он вытаскивает еще какие-то дела, плоти, камни, колючки, чтобы вода, чтобы жизнь, чтобы Дух Святой, Он пробил мое и твое сердце, напитал нас живою водой, и мы могли расти с надеждой. Знаете, эта притча не заканчивается. Мы так и не узнали, что-то изменилось с этой смоковницей или нет. Поэтому, ну, не факт, что и с тобой что-то изменится и со мной. Но есть надежда. Аминь. Есть надежда. Поэтому Бог пусть продолжает окапывать нас и перегноем вокруг нас стелить все эти удобрения. Аминь. Езекииль, 16 глава. Сын человеческий, укажи Иерусалиму на его омерзительные дела и скажи. Так говорит Иерусалиму владыка Господь. «Твои корни и кровные узы в земле Ханаана. Твой отец был омарей, а мать Хитиянка. В день, когда ты родилась, твоя пуповина не была перерезана. Тебя не вымоли водой, не вытерли солью, чтобы очистить и не завернули в пеленки. Никто не глянул на тебя с жалостью, чтобы из сострадания к тебе сделать что-нибудь из этого. Нет, тебя бросили в открытом поле, потому что в день, когда ты родилась, тебя гнушались. Я проходил мимо и увидел, как ты бьешься в крови и сказал тебе, лежащий в крови, живи. Да, я сказал тебе в крови, живи. Такая, знаете, страшная история. Мы сегодня пели песню, я понял, что мы в одном духе. Живи, да? Третья песня, по-моему, была. Живи. Поверь мне к своему соседу и скажи, живи. К другому соседу скажи, живи. Братья и сестры, я был соучастником родовой процедуры, когда родилась наша первая дочь Ева и вторая Доминика. Хочу спросить, мужчины, кто вместе с женами вашими принимал роды? Есть такие или нет? Встаньте, пожалуйста. Вот кто был на родах с женой? Кто был на родах с женой? Кто видел всю эту кровь, плаценту? Кто все это видел? Встаньте, пожалуйста. Давайте дадим большие аплодисменты. Большие, большие, большие аплодисменты этим мужчинам. Постойте еще. Может быть, это первые аплодисменты в чьей-то жизни. Давайте еще дадим громкие, громкие аплодисменты этим мужчинам. Слава Господу. Присаживайтесь. Я помню, когда Ева, наша дочь, мне было 19 лет, да? Я приехал в эту больницу, и Оля на этом шаре прыгает, там что-то стонет. И это все так долго длится. Я уже спать хочу. Я уже думаю, ну когда ты уже родишь? И знаете, и потом началась эта родовая деятельность, и еще хуже все стало. Знаете, и потом все эти муки, да? Оля, Господи, помоги, Господи, помоги. Я молюсь за нее, говорю, Оля, Бог тебе уже помогает. Она, Боже, помоги. Я говорю, Он уже помогает, уже давай, уже рожай. И потом вот вся эта история, да, плацента, место, кровь, ну мы же Библию читаем, да? В крови ребенок. Все это вот происходит, и перерезание. Папа, будешь перерезать поповину? Говорю, да не буду забирать работу у акушеров, пусть сделают это сами. Перерезали все, дали эту Еву, и она куда-то смотрит. Знаете, вот мы как бы вот когда, как вы думаете, вот когда нам говорят, новорожденный младенец, то что мы с вами представляем? Что мы с вами представляем? Вот покажите картинку красивого младенца. Мы думаем, что вот такой вот он, да? Агусики, агусики. Такой чистенький, да? Такой убаюканный, такой красивый малыш. Улыбается во сне, просыпается один раз в сутки. Полчаса покушал, 23,5 часа он спит. Да? Но ведь не так. Вот покажите правду людям, покажите правду. Вот рождается вот такой ребенок. И смотрите, и это то, что написано в книге пророка Языкиля. Родился этот младенец, но он в крови, в синяках. Его надо солью обработать. Ну, раньше, да, по-другому все. То есть есть какие-то кровопотеки. Соль нужна для того, чтобы обработать раны. Нужно перерезать пуповину, и нужно его запеленать. И вот Бог говорит, что когда Он нас с вами нашел, то мы были вот такие. И понимаете, братья и сестры, мы сегодня поговорим на это место исписания, это будет основание сегодняшней нашей проповеди. Вот смотрите, мы говорим о том, что мы с вами были рожденные свыше. Да или нет? И вот смотрите, момент, когда мы уже созрели, когда мы уже нагрешились, когда тот наш внутренний мир в утробе, 9 месяцев пришло время этому созреванию. И в момент молитвы покаяния, да, я могу наблюдать за людьми, которые плачут, которые, вот момент, да, эти родовые муки, когда человек сокрушается и говорит, что Бог, я хочу родиться для новой жизни. Я уже созрел, я уже 9 месяцев, да, это как прообраз, ну, той жизни, отрезка того жизни. Я грешил, мне уже было душно в этом мире, тесно. Я уже не могу там жить, я уже устал, Бог, от наркотиков, от ссор, от нищеты. Я устал жить в этом мире, и Он плачет, и Он в этот момент, Он рождается. Рождается, и знаете, что в этот момент, когда Он родился, Он автоматически умер для того мира, в котором Он был 9 месяцев. Он умер, то есть для одного Он родился, а для старого Он умер. Скажи, я рожден для нового. Я умер для старого. И буквально еще пару минут назад я жил в этом состоянии, то есть я питался, я без этого, я бы умер. Но сейчас, когда я уже в новом измерении, я рожден для новой жизни, все то, что раньше меня питало, сейчас может меня убить. Если не перерезать пуповину, то то, что меня раньше кормило, сейчас меня может убить. И все то, что раньше в этом месте, во всех этих процессах, это было для меня среда обитания. Сейчас, если меня не вытереть, не осолить, не помыть, не перерезать и не перепеленать, я умру. И знаете, братья и сестры, это серьезное откровение. Многие из нас сегодня рожденные свыше. Мы родились словом благовествования. Наши имена записаны в книгу жизни, и мы сегодня эти младенцы. И слава Богу, мы умерли для старой жизни. Но есть дальше, есть дальше на примере наших детей, на примере нас самих. Мы взрослые люди, мы понимаем, что ну все, да, мама такая, фух, все, я родила. И папе передал этого ребенка. Теперь ты думай, как его кормить, где молоко брать, вытирай его сам, убаюкивай. Все, теперь папа. И мама на три года уехала. Такого же нет. Есть дальше определенный процесс. И те вещи, которые нужно сделать для этого малыша, чтобы он не погиб. Ребенок переходит с одного мира, умирая для него в другой. Но что было жизнью в Ашреве, если ребенок останется в нем, становится смертью? Детское место. Доказательство, что миссия выполнена. Это когда то, что было для меня жизнью, там станет смертью для меня здесь. И мы с вами увидели только что фотографию, что ребенок рождается, и он выглядит как то, откуда он выбрался. И естественное ожидание, что кто-то должен омыть его. То есть мы с вами, когда только что смотрели на этого окровавливого нам младенца с кровопотеками, мы могли понять, где он был. То есть его внешнее состояние это показатель той жизни, в которой он был и для которой он умер. Это прообраз новообращенных людей. Почему так важно, почему мы говорим, что почему мы потом приглашаем людей выйти в фойе, почему мы потом заботимся, и наши служители, семья Гармаш, они заботятся об этих людях. Потому что мы видим, что они пришли, и они все, знаете, живое доказательство той прошлой жизни. Может быть, кто-то еще курит, кто-то еще ругается матом, кто-то еще выпивает. Они рожденные свыше, они родились, но они все находятся вот в кровопотеках, в слизи, в крови. Они еще как бы не вытерли их, не осыпали солью, не обработали раны и не запеленали. И церковь в виде служителей, они начинают постепенно, каждое воскресенье, когда человек приходит, на первые шаги. Каждое воскресенье до начала служения у нас там заботятся. Поэтому церковь, поймите, особенно если вы недавно в церкви, и вы родились, но вы не пошли учиться, вы не пошли на первые шаги. Понимаете, вам не перерезали пуповину, вас не омыли и не осыпали солью. Вы рожденные свыше, потому что это дар, это подарок. Если вы произнесли своими устами Иисус Господь, Бог записал ваше имя, вы родились свыше. Но этого мало. Этого мало, потому что вы без ухода, вы не сможете выжить. И все те вещи, которые, может быть, младенец не видит, он не понимает, что он грязный. Он плачет, он не понимает, что ему нужен уход. Он как бы вообще об этом не думает и не заботится. И мы же с вами, взрослые люди, мы понимаем, что младенец такой раз, оп, вылез. Слушай, ну я душ пойду приму. Ну вообще 9 месяцев в тесноте я пошел приму душ. У меня тут болит, тут болит медсестре, я тут помашь, тут помашь, так, мама, все, я кушать хочу. Младенец же этого не говорит. Это взрослые люди понимают, ему нужен уход. Точно так и вы, дорогие братья и сестры. Если вы кого-то однажды приводили в церковь, вы должны понимать, что ваша задача помочь этому человеку продолжать расти в Боге. Знаете, я слышал даже одну такую как бы фразу, но мы без крайности, так легко в крайность какую-то впасть. Один человек говорит, я даже не проповедую тем, о ком я не могу позаботиться. Конечно, если жить только этой фразой, тогда вообще ты не проповедуешь. Я не могу и о себе позаботиться. Мы автоматически перечеркиваем великое поручение. Но в этом что-то есть. Я понимаю, у нас с Олей есть также те люди, которые мы проповедуем. Я вижу, как моя Оля тем людям, она каждый день пишет что-то, наставляет, приглашает церковь. Ну а кто? Новорожденный младенец не будет бежать к кушерам и к маме что-то требовать. Это мы должны. Поэтому, если вы кого-то привели в церковь, если вы показали эту родовую палату, где человек смог родиться свыше, и вы оставили его, он долго не проживет без вас. И только как бы списывать на отдел служения с новообращенными, знаете, это то же самое, что одна смена, которая работает без выходных 20 лет, не идет домой, это наша общая ответственность. Скажи своему соседу, общая ответственность, заботиться о младенце, общая, поэтому слава Господу за церковь, это дьявол лжец, он говорит, да все, главное произнеси молитву покаяния, церковь не нужна, сам, сам себя обрабатуй, сам себя пеленуй, сам себя корми, зачем тебе церковь? Вы знаете, и мы потом увидим, сколько духовных трупов, сколько духовных трупов, аминь. Идем дальше, ты похож на то, откуда ты вышел, и мы готовы позволить людям рождаться в царство, а вести себя, как будто они в миру, но должны быть какие-то перемены, спасен от чего? Вот да, мы говорим, что Бог спас меня. Вопрос, а конкретно от чего спас тебя? Потому что если мы как бы позволяем человеку родиться, но жить старыми привычками, жить старым мышлением, жить мотивами, желаниями того мира, для которого он уже мертв, тогда вопрос, а от чего спас тебя Бог? Ты говоришь, что Бог меня спас, но послушай, если я не могу спокойно сумку рядом с тобой оставить, от чего тебя спас Бог? Если ты говоришь, что Бог тебя спас от блуда, и ты на мою жену как-то косишься странно, от чего тебя спас Бог? Если ты как бы приходишь в церковь, и ты делаешь неправильные вещи, конкретно от чего тебя спас Бог? Если Бог тебя спас, значит, ты должен четко понимать, четко понимать, вот моя жизнь, знаете, детям, верующих родителям, таких как я, им немного сложнее, потому что ты уже родился, и у тебя не было вот той такой жизни, где мы были с пастором Ярославом, общался, у него есть четко, он говорит, у меня жизнь до Бога и после Бога, я говорю, какой вы счастливый человек, вашему сыну уже будет сложнее, потому что Иосифу уже не было такого, поэтому как-то приходится лавировать, как-то приходится, знаете, как на этой доске, ловить какие-то волны греха, потом возвращаться, опять волны греха, поэтому конкретно от чего тебя спас Бог, если ты можешь четко назвать, от сквернословия, от вредных привычек, от воровства, от сплетен, от злости, тогда действительно это слава Божья, если нет, у тебя есть надежда. Вся наша жизнь состоит из множества решений, и если ты ничего не делаешь, это также решение. Наши родители брали ответственность за нас, чтобы наша жизнь была лучше. Точно так и Бог, сотворивший нас, Он принял решение умереть на кресте, чтобы наша жизнь была намного лучше. И если ты хочешь общаться с Ним, если ты хочешь, чтобы твоя жизнь изменилась и твоя душа была спасена, ты можешь прямо сейчас повторить за мной эту молитву, обращенную к Богу. Дорогой Иисус, прихожу к тебе в этой молитве. Прости меня за мои грехи. Сделай мою жизнь намного лучше. Прошу тебя, запиши мое имя в книгу жизни. Молюсь тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...